Здравствуйте! В эфире МТРК новости. О событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ксения Куценко. Смотрите в этом выпуске. Неожиданная инспекция. Акимобласти Кумар Аксакалов побывал в районе Макжана-Жумабаева, но не по подготовленному маршруту. Какие проблемы есть на селе? Заработать на доверии. Мошенницу поймали петропавловские полицейские. Как преступница обманывала горожан? Почти 300 миллионов тенге на учебу. Больше 600 североказахстанцев бесплатно осваивают рабочие специальности. Около 60 поваров, парикмахеров и кондитеров готовы начать трудиться. Знать все о вверенной территории должен каждый сельский Аким. Такое поручение дал глава региона. В понедельник Кумар Аксакалов побывал в районе Макжана-Жумабаева. Он встретился с аграриями и оценил благоустройство райцентра и Успенского сельского округа. О рабочей поездке Акимобласти расскажет Кристина Горбаченко. В Успенском сельском округе больше 19 тысяч гектаров пассивных площадей. Зарегистрировано 10 ТО и 19 крестьянских и фермерских хозяйств. Сколько оставили паров, соблюдаете ли севооборот? Это главные вопросы главы области к аграриям. Меня сейчас интересует, прежде всего, технология. Как вы ее соблюдаете? Хочу проехать посмотреть. Мы сейчас поехали по районам, как мы договаривались, будем ездить по полям и смотреть, кто как сохраняет технологию. Потому что многие пары, которые сегодня называются парами, они не могут нас устраивать. Там уже, знаете, земли не видать черной. Большой спрос за мониторинг полей сельских Акимов. Глава Успенского округа Гульнара Абабаева с уроком географии не справилась. Глава района незнания своей подчиненной списал на отсутствие опыта. Гульнара Абабаева занимает свою должность всего месяц. Кумар Аксакалов поручил в ближайшие дни сделать карту севооборота каждому сельскому Акиму во всех районах. А данные, которые на них укажут, пообещал проверять лично. Подготовленную программу поездки Кумар Аксакалов проигнорировал, а проехал по селу. Акцент сделал на благоустройстве. Плохие дороги, камыши, грязь. Такая картина и на окраине райцентра города Булаева. По трассам всегда же у нас все красиво. А когда поедешь по полям напрямую, мы видим, как работают хозяйства, как работают Акиматы районов. Какие механизмы принимаются для того, чтобы максимальную ситуацию контролировать. Аким и сельских округов. Вот видишь, поехали мы, а она не смогла ответить на многие вопросы. Мы в этом убедились, что у нас система не очень до конца работает. В завершении поездки Кумар Аксакалов встретился с активом района. Он рассказал об итогах социально-экономического развития Северного Казахстана. И заслушал доклад о достижениях жумабаевцев за 6 месяцев. По объему инвестиций, план на 2017 год, 7,2 миллиарда тенге, план 105%. На 1 июля показатель составил 2,92 миллиарда тенге или 114,3%. Готовиться к уборке урожая, увеличивать зарплату, создавать новые рабочие места. Эти и ряд других поручений Кумар Аксакалов дал руководству и жителям района. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК. Около 600 миллионов тенге на развитие сельхозкооперативов. С начала года государственными субсидиями воспользовались 205 североказахстанцев. Через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства они получили кредиты для реализации 26 проектов. Какие преимущества открываются перед сельчанами благодаря льготному государственному кредитованию в репортаже Алины Быржановой. Так начинается каждое утро в сельхозкооперативе «Жанат и Лек». Молоко, собранное у жителей сел Пеньково и Новодникольского, 2 доставляют сюда на специальной машине. Затем его помещают в этот танкер. Он вмещает до двух тонн молока и охлаждает его до 5-6 градусов. В день удается собрать около тонны продукции. Юлдашевы начали заниматься животноводством в прошлом году. На собственные средства, это около 18 миллионов тенге, построили стоило, купили 70 голов молодых коров для откормки. Три месяца назад решили заняться сбором молока. Для этого воспользовались государственной поддержкой. По программе «Интемак» взяли в кредит 3 миллиона тенге на расширение производства и закуп оборудования. Взяли кредит под 6% годовых на 7 лет. Субсидии от государства 50%. В мае взяли кредит 9 миллионов уже по программе «Ирыс». Купили 40 голов дойных беспородных коров. За это время реализовали больше 70 тонн молока. Закупают его по 78 тенге за литр. Затем сдают по 95 на завод маслодел. Всего в составе СПК «Женатый Лек» 20 человек. В основном это владельцы личных подсобных хозяйств Казалжарского района. В планах у председателя сельхозкооператива расширить производство и модернизировать процесс сбора молока. Хотим еще докупить коров, увеличить объемы производства, чтобы у нас было 200-500 голов. Сейчас специально строим новую базу на 60 коров. В старой около 100 вмещаются. Члены сельскохозяйственных производственных кооперативов могут взять льготные займы по трем программам – «Ирыс», «Интемак» и «Береке». Воспользоваться господдержкой могут как председатели СПК, так и его члены при условии наличия регистрации ИП. Кредиты от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдаются под 6% годовых с гибким льготным периодом и субсидиями. Программа «Интемак», которая осуществляет кредитование самих сельхозкооперативов. То есть данная программа существует для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств. Программа кредитования «Ирыс», создания и расширения семейно-молочных товарных ферм. Также программа «Береке» – это откорм КРС с целью получения сельскохозяйственной продукции. Всего с начала года программами господдержки воспользовались 205 североказахстанцев. Самыми активными заемщиками стали таиншинцы и жители района Макжана-Жумабаева. Там профинансировали около 100 проектов на общую сумму больше 280 миллионов тенге. Алина Боржанова, Владимир Боровков. Новости МТРК. На 20,5% больше стали выпускать продукцию субъекты малого и среднего предпринимательства Северного Казахстана. Таких в нашем регионе 28 тысяч. Доля индивидуальных предпринимателей – 72,8%. Юридических лиц – 16, крестьянских или фермерских хозяйств – 11. С начала года число действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 5%. Большинство из них занимаются оптово-розничной торговлей и автосервисом, сельским хозяйством и в сферах промышленности и строительства. В МСБ трудится почти 100 тысяч человек. За январь-март 2017-го они выпустили продукции и оказали услуг более чем на 65 миллиардов тенге. Львиную долю роста обеспечили индивидуальные предприниматели. 450 миллионов тенге на новые теплосети – столько выделили в Айртаусском районе по программе «Нурлыжол». Протяженность трассы составит 5 километров. Когда подрядчик завершит работы, узнал мой коллега Денис Севков. Это четвертая очередь магистрали теплосетей села Саумалколь. Здесь идет большая реконструкция. Необходимость заменить старые трубы на новые возникла уже давно. Только за последние полгода в этом месте произошли десятки порывов. Ведь конструкция старая, подземная. Срок годности теплосетей 25 лет, а они уже превышают более 30 лет. Из-за этого мы в этом году производим замену тепловых сетей. Надеемся, что до начала сентября закончат строительство тепловых сетей. И у нас более или менее станет обстановка по тепловому режиму нормализуется. Новые теплосети будут отапливать 18 жилых домов, школу-гимназию номер 2, центральную районную больницу и школу-интернат. Общая протяженность – 5 километров. Стоимость проекта – 450 миллионов тенге. Деньги выделили по программе «Нурлыжол». Новые трупы теплоизоляционные. Магистраль будет наземной. В случае аварии водники смогут оперативно и без повреждения асфальта сделать ремонт. На этом участке трудится субподрядная организация ТОО «АРАД». Им предстоит проложить 2,6 километров теплосетей. Проложили 1800 уже. 4 день с техники работают у нас 10 человек. Срок сдачи у нас в сентябре. Срок укладываемся, даже опережаем. К строительству тепломагистрали в Айртаусском районе приступили в мае. Все работы планируют завершить к концу лета. Денис Севков, Владимир Боровков. Новости МТРК. Обманула в тюрьму. Вышла, снова обманула. По одному сценарию идет жизнь 35-летней жительницы Петропавловска. Не фантазирует она и над способом мошенничества. Используя якобы добрые намерения, она обманывает пожилых горожан. В этот раз у пенсионеров она выудила 71 тысячу тенге. Подробности преступления и его раскрытия смотрите в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. Тетя Нин, меня Ира послала. Это ключевая фраза мошенницы, которая, произнеся ее, ловко входила в доверие к старикам. Пожилой человек редко усомнится в достоверности просьбы, если услышит свое имя или знакомых. Аферистка чаще всего ссылалась на соседей. Говорила, что они просят занять денег. К примеру, на покупку ягод или ремонт прорвавшейся трубы. В полицию поступило сразу несколько заявлений, в которых по описаниям фигурировала одна и та же женщина. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнюю жительницу Петропавловска. Она уже была судима за аналогичные преступления и буквально недавно освободилась. Стражи порядка установили ее причастность к пяти фактам мошенничества. Данные факты внесены в единый реестр досудебных расследований по признаку уголовного порушения, предусмотренного статьей 190 УК Республики Астан, то есть мошенничество, хищение тяжелого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. В настоящее время в отношении ее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. В данный момент ведется следствие. Стражи правопорядка напоминают, не следует доверять незнакомцам, даже если они ссылаются на тех, кого вы хорошо знаете. А еще лучше сделать контрольный звонок. За полгода в области зарегистрировано 112 случаев мошенничества, 89 из них раскрыты. Кристина Горбаченко, при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Сейчас короткая реклама на МТРК во второй части программы. Много важных и интересных тем. Не пропустите! Профилактический осмотр для детей. Справка 086-У для детсадов и школ за один день. В Центре семейной медицины «Панацея». Запись по телефону 501-505. Центр развития речи Елены Петровой оказывает специализированную логопедическую и психологическую помощь детям и взрослым любого возраста. Мы оказываем речевую реабилитацию пациентам после инсульта, черепно-мозговой травмы, проводим коррекцию заикания и запинок. Помимо основных услуг логопеда, дефектолога, психолога, мы предлагаем метод слуховой терапии ТОМАТИС, занятия с инструктором ЛФК, логопедический массаж, современные компьютерные логопрограммы, песочную терапию. Набор методик работы с маленькими пациентами подбирается только индивидуально. Сегодня в нашем арсенале более 10 направлений, начиная от традиционных логопедических до современных программных методов коррекции. Приходите в Центр развития речи Елены Петровой и помните, главное не упустить время. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Выставка Экспо не перестает удивлять. Сегодня на международной площадке завершается пятая конференция форума «Энергия будущего». В понедельник говорили об экологически чистых решениях для зданий будущего. Участники форума обсудили энергоэффективные проекты в строительстве и городской архитектуре. Спикеры поделились идеями об энергоэффективных методах строительства, интеллектуальных решениях в этой сфере, о городском дизайне и инфраструктуре умных городов, а также о том, как чистая энергия будет определять населенные пункты будущего. Сегодня второй день конференции. Ее тема «Термоядерная энергия. От научной фантастики до научного факта». На выставке представили перспективы использования управляемого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы в целях обеспечения доступной, безопасной и экологически устойчивой электроэнергии. А еще сегодняшний день запомнится посетителям Экспо яркими и интересными мероприятиями, посвященными национальным дням Сингапура и Коста-Реки. Также на выставке продолжается неделя итальянского региона Лацио. Работы североказахстанского филиала Национального института повышения квалификации Орлео признали одной из лучших в республике. В числе 17 региональных отделений наши специалисты стали вторыми. Опередить их смогли только карагандинцы. Жен Сулута Стемирова расскажет подробнее. Североказахстанский филиал центра Орлео уже несколько лет является лидером рейтинга среди региональных отделений. По итогам работы за первые полугодия он стал вторым по республике, а в 2015-м наш филиал был абсолютным фаворитом. Рейтинг Национальный центр Орлео проводит четвертый год подряд. Самых эффективных среди 17 региональных отделений выбирают по девяти критериям. Основные критерии это качество курса повышения квалификации, методическая работа нашего филиала, научно-исследовательская деятельность наших сотрудников, профессиональное развитие наших сотрудников и другие критерии. Хочется сказать, что это показатель нашей системной эффективной работы, потому что уже с 2014 года наш филиал входит в тройку лидеров. В чем североказахстанцы, безусловно, стали фаворитами, так это по показателям итогов предметно-языковых курсов. Переход на обновленную программу образования требует от педагогов повышения их компетенции, а именно знания английского. Такую возможность первыми получили 18 человек. Это преподаватели естественно-математического цикла. Язык Байрона и Шекспира они изучали в течение четырех месяцев вместе с местным и британским тренерами. А позже сдавали экзамены по стандартам Кембриджского университета. Их результаты стали лучшими среди всех филиалов центра. В августе обучение начнется у второго потока. В данной программе предусмотрено три модуля. Первый модуль – это интенсивное обучение английскому языку. Второй – это педагогическое мастерство. И третья – непосредственно методика интегрированного обучения предметов на английском языке. Курсы будут длиться более четырех месяцев. И планируется обучение 36 учителей. Всего за первые полугодия курсы повышения квалификации в Орлео прошли порядка трех тысяч североказахстанских педагогов. Жан-Сулут Астемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Учиться бесплатно и получать стипендию – такая возможность есть у тех, кто стал участником программы развития продуктивной занятости массового предпринимательства. Но главное – через три месяца они получат специальность и смогут найти работу. Парикмахеры, повара и кондитеры. Поток таких студентов-ускоренников сейчас дает экзамены в Петропавловском колледже сферы обслуживания. Попробовала выпечку, сделала прическу молодых мастеров Александра Солмина. Шумит фен, в кабинете пахнет пудрой и лаком для волос. Сегодня колледж сферы обслуживания на время стал салоном красоты. Над моделями колдует семь мастеров. Это сдают выпускной экзамен парикмахеры-визажисты. Три месяца они изучали тонкости бьюти-индустрии. Вечерние прически, легкие укладки и модные косы. Теперь выпускницы могут исполнить любую просьбу даже самой привередливой клиентки. Я попросила меня заплести. 3D-косы, треугольный, квадратный, рыбий хвост. Вариантов плетения масса. Наталья, а мне какую сделаете? Вам косу наизнанку по горизонтальной голове линии. Выровняла тон лица, подкорректировала брови, наклеила ресницы. Надежда Кут собирает свою модель на свидание. Она ловко владеет кистью. Без вкуса и фантазии в профессиях делать нечего, говорит мастер. И, конечно, без знаний, которые получила здесь. Теперь мечта открыть свой салон красоты бывшему электромонтеру не кажется такой неосуществимой. Сама люблю очень выглядеть хорошо, быть красивой всегда. И хочу всех женщин в этом мире сделать красивыми. Надеюсь, мне это удастся. Все, что касается одежды, как выглядит должен человек, цвет, цветотип человека, полностью всему этому здесь нас научили. Очень было интересно, понравилось. Я много чего, думала, что много чего знаю, как женщина, но оказалось, что еще совершенствоваться и совершенствоваться. Стрижка, мейкап, укладка. На все ушло порядка двух часов. Завершила образ ярким платьем и струящимся палантином. Я в восторге. А в этой комнате не только красиво, но и сладко постарались кондитеры. С восьми утра пекли торты, печенья, пирожные. Это фруктовое чудо – дело руки Елены Дубининой. Раньше она работала в салоне, делала макияж и маникюр. Профессия творческая, интересная, но кулинарное призвание одержала верх. Без ее пирогов и тортов не обходится ни одно торжество с семьей и друзьями. Я всегда им пеку даже на дни рождения, на свадьбы, торты. Поэтому у меня друзья любят мою выпечку. И мне эта профессия очень интересна. Это же красивые изделия, вкусные, сладкие. И нам еще платили стипендию, когда нас обучали. Пробуют сладкие шедевры выпускниц, потенциальные работодатели, представители центра занятости и самого колледжа. Какую оценку они поставят кулинарным феям? Кондитерские изделия изготовлены эстетически и красиво оформлены, пропитаны сиропами, использовались различные пропитки и кремы. Рецептуры выдержаны и вкусовые качества соответствуют. Кондитеры, повара, парикмахеры. 56 человек сдали экзамены в колледже сферы обслуживания. Они учились по программе продуктивной занятости и массового предпринимательства. Всего в проекте участвуют свыше 660 безработных североказахстанцев. На подготовку специалистов выделили больше 290 миллионов тенге. Пройти курсы можно бесплатно в 11 учебных заведениях региона. Александра Солмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Два года исполнилось общественному фонду «Дом солнца». В свой день рождения его представители провели благотворительный вечер. На праздники света и добра побывала наша съемочная группа. Самый солнечный дом отмечает день рождения. На благотворительный вечер пригласили всех желающих. Более 150 человек пришли поддержать участников фонда. Солнечные дети подготовили поделки. На столе яркие цветы и картины. Нам исполнилось два года, и мы очень рады этому событию. И мы рады поблагодарить всех-всех наших помощников. У нас очень много помощников, которые сегодня все пришли к нам поздравить. Нам очень приятно. И вырученные средства мы будем тратить на развитие наших деток солнечных. Лишняя хромосома не должна мешать общению со сверстниками, говорят члены общественного фонда. Все мы разные, и благодаря этому нам интересно узнавать что-то новое друг о друге, делиться радостями и успехами. У каждого ребенка есть талант, и дети с удовольствием демонстрируют его на сцене. Мы очень рады поучаствовать в этом мероприятии, потому что добро нужно делать всем и всегда. В области 93 солнечных ребенка. Организаторы фонда стараются помочь каждому. Такой концерт для них – важное событие, которое поддержит детей и напомнит взрослым, что нужно быть добрее и учить этому своих детей. Мы с радостью пошли. Как благотворительный концерт нужно детям немножко. Хоть это капля в море, но нужно детям таким помогать. За эти два года они добились больших результатов. Я думаю, впереди их ждет множество открытий, множество побед. И почему мы с ними сотрудничаем? Потому что в этих детях прямо на лице написана их искренность, их доброта и любовь к людям. Солнечный дом я знаю уже с самого их основания. Пришла я к ним аниматором. Сейчас я просто их, можно сказать, ярая поклонница и фанатка. Я их очень-очень люблю. На благотворительном вечере удалось собрать больше 75 тысяч тенге. Эти деньги пойдут на творческое развитие воспитанников фонда. В ближайшее время учредители Дома Солнца планируют открыть реабилитационный центр для малышей с синдромом Дауна. Анна Житская, Владимир Боровков, Новости МТРК. Это все, о чем я и мои коллеги хотели вам сегодня рассказать. Смотрите МТРК «Будьте в курсе событий». До встречи в эфире. О погоде на среду 26 июля. Мало облачное, без осадков. Ветер западный, скорость 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 23-25 градусов. Субтитры подогнал «Симон»